Традиционная пресс-конференция, которую глава администрации Харциска Александр Левченко обычно проводит для журналистов местных СМИ по вторникам, сегодня началась с приятной новости. Ремонт дороги между поселками Горная и Зуевка наконец-то завершен. Неделю назад бригаде коммунального предприятия Дорожное ремонтно-строительное управление была поставлена задача заменить на этом участке дороги, согласно СМИ, 5250 квадратных метров старого разбитого асфальта. На все работы коммунальщикам отвели срок одну неделю, и дорожники сумели уложиться в столь ограниченные временные рамки. Сегодня по дороге ведущие от поселка Горная до Зуевки любо-дорого проехать. На месте широких и глубоких выбоин, трепавших нервы и кошельки водителей, сейчас положенный укатан слой нового асфальта. Теперь время поездки из Харциска в Зуевку занимает считанные минуты. Закончено 100% в полном объеме то, что запланирована дорога на Зуевку, между горными Зуевками. То, что начали во втором квартале, мы закончили в третьем. Выполнено 5250 метров квадратных работ на сумму 5 миллионов рублей. То есть, если кто проезжал по этой дороге, ну это, конечно, уже небо и земля. До Зуевки можно теперь смело ездить и отдыхать. То есть, наконец-то, за многие десятки лет эта дорога приведена в порядок. Я думаю, нареканий теперь и на транспортное сообщение между Харцисками и Зуевками не будет, поскольку перевозчик мотивировал частые срывы, поломкой транспортных средств из-за плохого состояния дорожного полотна. Но вот мы проехались вчера на Зуевку, я вам скажу, 13 минут от администрации города и до моста. Бригада ДРСУ свою работу выполнила. Восстановила разбитый участок дорожного полотна. Теперь, говорит Александр Левченко, дело за малым – навести порядок на обочинах дороги. Благоустройством займется баланс-содержатель этой территории – Харциское коммунальное предприятие «Стимул». Следующим этапом это будет наведение порядка в плане обрезки деревьев. Необходимо будет убрать бордюрный камень на определенном участке. То есть это парасль там повырастала. То есть привести дорогу в нормальное состояние для того, чтобы она была безопасна для проезда. Поскольку там есть повороты, близко растущие деревья к обочине, они затрудняют обзор и, соответственно, ухудшают безопасность. Поэтому эти работы – это следующий этап. Всего в третьем квартале на дорожные работы в Большом Харциске из бюджета было выделено 12,5 миллионов рублей, из которых по полтора миллиона освоили Иловайск и Зугресс, где также удалось восстановить наиболее проблемные участки городских дорог. Администрация Зугресса, выделенные в третьем квартале средства на дорожные работы, а именно полтора миллиона рублей, решила направить на замену асфальтового покрытия участка дороги, ведущей из Зугресса в поселок Николаевка. За выделенные средства восстановить удалось всего около 300 квадратных метров асфальта. Этот участок дороги, он имеет стратегическое значение. В случае перекрытия плотины, по нему идет объездная дорога, республиканская трасса, если на то пошло. То есть, ну, можете представить, там идут и междугородные автобусы, а если там яма по колено, они там местами даже, ну, просто не проходили, цеплялись. Ну, было такое. То есть, в случае, что-либо там, перекрытие плотины, были такие моменты у нас. Плановый ремонт, там был в 2015 году, аварийная ситуация. То есть, техника вся шла в объезд. Ну, это довольно, поэтому мы обязаны сделать этот участок дороги. В ходе пресс-конференции глава Харцисской администрации отметил, что и в городе энергетиков ремонтом дорог также занималось коммунальное предприятие «Дорожное ремонтно-строительное управление». Александр Левченко надеется, что во втором квартале 2018-го работы по восстановлению этого проблемного участка дороги будут продолжены. В планах заменить здесь еще как минимум 400 квадратных метров дорожного покрытия. Президент Российской Федерации подписал закон, который значительно упрощает процедуру получения российского гражданства для граждан Украины. Государственная дума, Нижняя палата парламента одобрила этот законопроект в третьем и в последнем чтении 19 июля. А 25 июля этот документ поддержал Совет Федерации. Вчера закон подписал президент России. Упрощение процедуры получения украинцами российского паспорта – это ответ Москвы на инициативу Киева о введении предварительной регистрации россиян при пересечении украинской границы, по сути, завуалированного визового режима. Согласно вступившему в силу закону, при предоставлении украинцам гражданства России у них теперь не будут требовать обязательного сейчас для всех иностранцев подтверждения о выходе из предыдущего гражданства, выдачу которого официальный Киев в последнее время практически заблокировал. Вместо этого для тех, кто имеет украинский паспорт, достаточно будет нотариальной копии заявления об отказе от украинского гражданства. Горки, скамейки, песочница – все, чем оборудована детская площадка по адресу Клары Цеткин-21, служба единого заказчика приводит в порядок. Отремонтировать и покрасить элементы игровой зоны коммунальщики взялись после того, как она перешла на баланс предприятия. Площадки детские на балансе практически ни у кого не считались, так как они были у трубного завода, у канатного завода, у частных предпринимателей. В 2017 году мы их приняли на баланс, детские площадки. Ну и потихоньку начали их приводить в порядок. Сложностей никаких нет, отремонтировать, покрасить. У нас для этого как бы все есть, люди есть, сварщики есть, лисари есть. Изрядно утратившая яркость красок и привлекательность для подрастающего поколения детская площадка сегодня, благодаря труду коммунальщиков, снова обрела достойный и даже праздничный вид на восстановление покраску игровых зон в Харциске из республиканского бюджета службе единого заказчика на третий квартал было выделено около 100 тысяч рублей. Но вот завести песок удается далеко не в каждый двор, вынужден констатировать Игорь Гребенюк. Песок привозим в некоторые детские площадки, там где вообще очень печально. В данный момент мы не имеем такой возможности завести песок. Те площадки, которые были у нас на балансе, там частично песок завозится. Ну а те, которые мы сейчас приняли, мы также залаживаем в бюджет их для того, чтобы привезли, выделили средства. По словам Игоря Гребенюка, уже завтра коммунальщики приступят к восстановлению и покраске очередной детской площадки по адресу микрорайон Юбилейный, 29. С сегодняшнего дня и в течение всей следующей недели синоптики прогнозируют рекордно аномальную жару в Донецкой Народной Республике. Воздух в предстоящую субботу, по предварительным данным, должен прогреться до плюс 37 градусов по Цельсию. Так что с приходом августа начинается самая настоящая жара, не слишком характерная для умеренно-континентального климата Донецкого кряжа. Однако, если верить долгосрочным прогнозам погоды, то уже в середине августа ожидается незначительное похолодание до плюс 26 градусов. А пока харцизские медики рекомендуют горожанам меньше находиться на солнце, пить больше воды и непременно носить головные уборы. Из-за сухой и жаркой погоды сегодня сохраняется и высокий риск возникновения пожаров на территории республики, предупреждают сотрудники МЧС. К подобным чрезвычайным ситуациям особенно серьезно готовятся жители Зуевки, ведь этот небольшой поселок буквально окружен республиканским ландшафтным парком с его бескрайними степями. В том году, конечно, очень много беды наделал пожары. В этом году, слава богу, пока все ровно. Меры безопасности. По сравнению с прошлым годом, я буду делать сравнение, поскольку есть с чем сравнивать. Очень неплохо работает лесхоз, они обкосили противопожарные полосы, фермеры своевременно обкосили свои поля. Ведется бесконечная постоянная работа с туристами, приезжающими в поселок. Их очень много. С местным населением. Квартальные еженедельно собираются. Работает у нас отдел МЧС, учетно-военный стол, на котором возложены тоже обязанности по работе с МЧС и гражданской обороне. Бесконечные инспекторы проводятся мирозаворы, беседы. Люди сами, квартальные, соседям обкашиваются трава, продворовые территории, внутри поселка, дороги. С начала лета в Зуевке приняли комплексные меры, дабы не допустить лесных пожаров. Однако очаги возгорания в этом году уже были. Возле бывшего детского лагеря «Спутник» вспыхнуло частное брошенное поле. По счастью, пожар удалось локализовать в течение получаса, утверждает Александр Шипилов. В поселке есть все необходимое, чтобы оперативно справиться со стихией. Мы подготовили три подъездных путя для забора воды пожарными машинами МЧС. Ждем вот буквально сегодня-завтра контрольную инспекцию, для того, чтобы уже на месте окончательно убедиться, что три все подъезда работают. Они целесообразны, они оперативны. В разных концах Зуевки мы это сделали, чтобы, не дай бог, в случае пожара в разных концах Зуевки быстро, оперативно подъехать и локализовать. В прошлом году от пожаров пострадало более тысячи гектаров полей вокруг Зуевки. Сегодня, в самый разгар уборки урожая пшеницы, сотрудники МЧС призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности. 2 августа 1903 года родился Борис Генрихович Долин. Режиссер и сценарист, один из основателей научно-популярного кино. С 1959 года лауреат государственных премий Долина руководит выпуском киножурнала «Хочу все знать», на заставке которого пионер с кувалдой показывал всем, как колоть крепкие орешки знаний. В настоящее время источником знаний для нас являются не столько ядра орехов, сколько всемирная паутина, в которой мы и находим прогнозы погоды на завтра. А вот где их находит интернет – загадка. 2 августа малооблачно, воздух прогреется до 33 градусов, влажность 45%, ветер северо-восточный 5-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха 18 градусов, влажность 75%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова